Ты молод, активен, энергичен? Ты хочешь быть в курсе всех игровых новинок? Подписывайся на Ванамас, у нас уже более 2000! За последний год я поиграл вообще во все игры, во все серии, вообще там, всякие симуляторы, любые жанры, короче, вот, и, вот, и поэтому я, как бы, вам всё расскажу, что такое Шифт-2. Да нет, ты в играх не разбираешься, бля, вот мне 15 лет, я-то, я-то и то в играх, я гораздо лучше себя разбираюсь, а ты, графика, графика, да в играх главное геймплей, да, геймплей, уж я-то знаю, у меня Pentium 3, нахуй, и, и каждую какашку нужно пройти полностью, нельзя говорить о какашке, пока её всю не съешь, а вот только съешь, а там, потом скажи, а графика это не главное, да, и, и вообще, ты играть не умеешь. Ты умеешь, ты полный нуб, а я вот 5 лет задротил в эту игру, ой, а ты нубер, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, я печенькой подавился, блядь, вот, и на таких не будем внимания обращать людей, больные люди, полностью, что тут можно сказать, ха-ха-ха, вот, про Шифт-2 что могу сказать, впервые в истории, фактически, со времени предыдущего НФС прошло всего лишь 4 спектра, половины месяца, он вышел в середине ноября, я даже толком поиграть-то не успел, хотя более-менее поиграл, смотр и делал, более того, на самом деле, видите, буквально в июле или в июне вышел NFS World, который провалился, хотя мне тоже там в комментах писали, да ты ни хера вывод не понимаешь, это великая, блядь, игра, нахуй, великая игра через месяц приказала долго жить, я, в общем, говорил, что она похожа на Most Wanted с другой гаммой просто, а Most Wanted уже древний, как бы, и даже несмотря на то, что это сетевая игра, все равно, как бы, нахер кому это надо, вот, и получается, что за год уже, меньше, чем за год, да, до года еще 4 несколько месяцев, хотя вряд ли, конечно, НФС-ка выйдет, вышло аж целых 3 НФС, прикиньте, вот это вообще жесть, вот, я думаю, Shift 2 вообще, конечно, будет похоже на Shift 1, ну, в общем, посмотрим, я еще даже ее не смотрел, вы уже некоторые, да, что некоторые, многие люди уже посмотрели, имеете свое мнение, я буду, как обычно, объективным, если игра хорошая, она получит кучу благодарности, не знаю, если плохая, то что, 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 в зависимости от плохости, мы там, как бы, все о ней расскажем, да, вот, ну, что ж, поехали. Итак, вот, видимо, идет начальный ролик, НФС-овский, а, по-моему, я его, да, он же был в этом, в НФС-2010, в начале, этот ролик, типа, как это, превью, так, ну, ладно. Так, меню очень реальное, начальное, красивое, приятное, потому что пару раз они любили такие простенькие меню делать, ни о чем, как бы. Так, дальше, которое меню, тоже очень классно сделано, видимо, 3D-шное, скорее всего, потому что, как картинку, так сделаешь, ну, качественно, блин, не каждый раз такое некачественное меню-то делают, а? Очень-очень стильно, прикольно, супер, 2011 год, Реал. Это начало идет. Итак, ты хочешь стать профессиональным водятлом? Тут показывают какие-то трассы, это Spa-Franco Champs, самая моя любимая трасса. Не в шифте она, а и до этого была моя любимая. Немножко идет затянуто. Бля, светофор, еба какой ты страшный, нахуй, уберите его. Это битва. Война с твоим страхом, война с трассой. И война с другими пилотами. Мощь и скорость вжимают тебя в кресло, это лучшее чувство на земле. Я Вах Гритина, чемпион Формула Д. Сейчас начнется гонка, я хочу видеть тебя на трассе. И я взял для тебя на прокат GTR, в ней есть что-то действительно быстрое. Перед гонкой тебе не помешает немного потренироваться. Ну, поехали. Честно говоря, графика в ролике была страшненькая. Может у меня не все, ну у меня не все на максимум. У меня не на максимум отражение, потом уж поставлю на максимум. И тени. Вот. А всякие там детализации трассы, машин, текстуры, блядь, и вся прочая шняшка на максимум. Итак, я еду в Shift 2 первый раз, нахуй. А-а-а, не тормозит, не тормозит. Что еще можно сказать? А-а-а-а. Ща еще что-нибудь скажу. Блядь, как посмотреть-то нахуй по сторонам? Блин. What the fuck, мазафака? Я хочу по сторонам. В том шифте же можно было посмотреть. Ладно, потом разберусь нахуй. Так, я уже заметил, что есть телеметрия. Жмем. Ну, я не знаю, что будет у вас. У меня эта стрелочка вниз на руле. И получается вот такая хрень. Вообще здесь, прикиньте, обороты в минуту. Ну, это херня, мощность в лошадях. То есть, вот смотрите, сейчас стоит на холостом ходу 3 лошади. И я жму на газ. Уэйн, 120 лошадей. Это я не на всю нажал. А теперь жму на всю, и он выэйн, 370 лошадей. Тихуярит. Вот это я. 480 лошадей, бля. И такие штуки действительно есть. В том же Bugatti Viron в нем есть мощи-мометр, короче. Он показывает сколько, то ли в процентах, то ли в лошадях, сколько задействовано. Так, здесь есть несколько видов из кабины, а именно два. Блядь, сейчас я продемонстрирую нахуй. Блин, прикиньте, раньше можно было крутить вокруг машины вот этими стрелочками. Вот этими, вот, которые, ну, падай, блядь. Пиздец, если нельзя крутить, я, сука, псссс. Там же можно было легко вообще, пацаны. Я всё жбу, блять Нахуй, чё ещё бы нажать Где и чё нажать Чё нажать, блять Ладно, оставим это пока что Вот смотрим, это первый вид из кабины То есть как бы близко Ебалом в руль называется И второй вид из кабины Это аж шлем, короче, видно То есть ты как бы немножко в шлем смотришь Скажем так, в некотором роде Ну, это не очень реалистичный вид В том смысле, что в реале, когда если у тебя шлем То, мне кажется, он так не ограничивает Ну, хуй его знает Ехать пока что достаточно приятно Ух ты, эффект скорости Ну, правда, он в шифте тоже был Но здесь так не чё так Короче, уже ещё обнаружились косяки Скажем так, небольшие Заключающиеся в том, что Из гонки нельзя настроить графику Ну, хрен бы с ней графику А вот я хочу отключить эффект скорости Потому что это, конечно, и прикольно Но это прикольно так Три секунды А в реальной жизни это не прикольно Потому что ты вообще спидометр нахуй не видишь Рулений Вот ещё чуть-чуть поездил Нормальное руление По-моему, даже лучше, чем в шифте первом Оно более адекватное Гораздо более адекватное Никаких пока что не возникает этих Ну, как бы, что так не должно быть Так, ещё что касается Нельзя настроить не только это Но и клавиши нельзя Обычно всё время можно было клавиши Ну, управление назначить из этого Из гонки А тут нельзя Это, в общем-то, достаточно существенно Ну как, блин, ну Такой он назойливый минус Он, конечно, имеет значение Только в первые полчаса Час игры Когда ты ещё Чё-то под себя настраиваешь Потом-то понятно Это уже нахер не надо Ну Маленький такой косячок Очень маленький Итак, вот Выбор машины Гараж, так сказать В такой игре Очень важный Момент И что мы видим? Мы видим, что Пока что непонятно Гараж какой-то тёмный Ничего там не видно Интересно, что он всё время такой будет Потому что уныленько Дальше Нельзя вращать машину Во всех NFS-ах Всегда Ну, правда, в шифте По-моему, тоже нельзя было Но в основном Всегда можно, короче, вращать И это, в общем-то, существенный минус А картинка достаточно плавная Не тормозит Выбор начальных машин Ну, такой Скажем так Сложно сказать Стандартный Нет Тут из нестандартных Это Сид Не, он, может быть, был в шифте Я не знаю Не обращал внимания Но, как бы, в принципе Сид, это, конечно, жесть И Сцион Вот я, наверное, Сциончик выберу Потому что Редкая тачка Прикольная И для разнообразия Этот Ford Focus Уже в печёнках сидит Volkswagen Golf Тоже в говно Honda Civic В общем-то Хоть я на ней не ездил Но она в том же Pro Street ещё была Поэтому как-то Не очень охота В общем-то Ну, пока что От гаража В общем Так себе И Тачки как-то Немножко Ну, наверное Из-за того, что у меня Сглаживание Не включено Здесь, конечно, лесенки Бросаются в глаза Но всё-таки Как-то пустовато Конечно Может, потом Несколько тачек будет Но вряд ли Ну, несколько, да То есть Ты купил там Пять штук И у тебя не так Пять стоят Вряд ли, конечно Офигеть Тут это есть Такие ролики Реальные Давно я такого не помню Это ещё В Most Wanted По-моему Первый раз Наверное, и было Во всех остальных По-моему Всегда были рендерены А в Most Wanted Была такая Адская смесь Как бы Игрового видео С наложенными людьми Ну, достаточно регионально На самом деле Получилось Вот тут какие-то рейтинги Видимо Стильно Прикольно Такой стиль Каких-то Восемидесятых Блять Да, чувак А ты вообще Кто такой? Ты же, наверное, кто-то известный Блять Просто я тебя не знаю Пришло Выбор Время Гонку Модерн Вызов на округе Модерн С Классика Модерн Б Масклкар О! Масклкары, да Мусклкары Они в шифте Это их не было И поэтому сюда ввели И Скажем так Вот такое Одно из достаточно Существенных отличий Ну, если это можно назвать Отличием Вообще Там был один По-моему Шелби ЖТ500 Была Но она как бы Такая Вне времён И так далее Фи А ЖТ Ну, ничего Вот эта вот Менюшка Мне очень нравится Не всегда На самом деле В инфейсе Чтоб уж совсем нравилось А зачастую Даже, может, и не очень нравится Тот же карбон Не знаю Нормально Очень прикольно Даже, я бы сказал Нестандартно Для Нетфоспида Вот такое оформление Какое-то такое Блин, качественное Стильное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok